МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невозможно зайти в подъезд, ведь сил нет. Ну, слушайте, я же не могу в таких условиях тоже вот это. Открываем новую новостную рубрику для детей. Эй, привет! Меня зовут Газеткин, и я нахожусь под столом студии новостей. А также шок и сенсация Оксана Стяжкина села. Можно отдохнуть на таком мягком, удобном диванчике. О, не мягком. И разбираем по полочкам модные луки кировских чиновников. Ну, начну, собственно, с новости. Пресс-секретарь ИО-губернатора сама оценила свой лук. Начнем программу с двух новостей. С хорошей и плохой. С какой начать? Конечно же, с плохой. Всех интересует сенсация, шок и расчлененка. Плохая новость. Во дворе дома номер 16, по улице Горбуновой все плохо. Хорошая новость. Настолько плохо, что этот двор стал рекордсменом по проблемам. Подробнее Оксана Стяжкина. А, как я вас заинтриговал. Нет? Нет. Но все равно смотрите. Невозможно зайти в подъезд. Ведь сил нет. Ну, слушайте, я же не могу в таких условиях тоже вот это. Не могут без страха заходить в собственный подъезд жильцы дома номер 12 по улице Горбуновой. За многие годы, которые они живут в этом доме, накопилась куча проблем, которые их управляющая компания не спешит решать. Первая беда – это постоянно протекающая крыша. У меня вот этот угол в квартире набегает, у тех в квартире бежит, здесь в квартире бежит. До 12-го года, до 12-го, никто к крыше не прикасался. Когда мы сделали за свой счет практически ремонт крыши, железом покрыли, ее продолбили. И сейчас вот через эти дырки снова бежит. Вот смотрите, сырой же потолок. Вторая проблема – прогнившие лестницы, которые не ремонтировали много-много лет. Как оказалось, и лестницы не последнее горе в подъезде. Вот теплоузел находится под этой лестницей. Этот теплоузел не ремонтировался, не ремонтировался, не знаю, сколько лет. Ну я вот на протяжении 10 лет, я это наблюдала, каждый год, как только похолодает, у нас оттуда парит, идет пар. То есть и уходит тепло, тепло поднимается, у нас все здесь конденсатом покрыто. Жильцы постоянно обращаются в управляющую компанию Октябрьского района, но в ответ слышат только одно. У нас всегда один ответ – на нашем доме нет денег. Тамара Дмитриевна просит свою управляющую компанию ответственнее относиться к работе. Ремонт-то нужно делать, смотреть нужно, не только смазывать краской эти вентиля и все. Как выяснилось, этот дом обслуживает ПЖХ номер 10. Именно туда мы и позвонили, и вот что услышали. Мелкий ремонт, да, это произведен, то есть нет, замена полностью, лестниц пока что нет, не планируется. И крышу тоже не планируется ремонтировать. Сейчас мы производим только очистку крыши от снега, то есть на сегодняшний момент. Там, где места, где протечки будут, то есть ребята там ремонтировали уже по осени, то есть там ее отполотали. Ну а там полностью замена, либо это, то есть она либо по капитальному ремонту, либо от собираемости, еще разграждение средств на доме. Ремонтная работа производится в зависимости от накупленных денег на доме, от собираемости. По ремонтам вам лучше обратиться в управляющую компанию. Мы попытались дозвониться в управляющую компанию Октябрьского района, и вот что услышали. Надеемся, что управляющая компания Октябрьского района услышит просьбы жильцов дома номер 12 по улице Горбуновой и все-таки начнет предпринимать какие-то действия. Оксана Стяшкина специально для программы «Вятка Тудэй». Позвольте немножко размышлений вслух. Наша программа, а точнее редакция «Вятки Тудэй» охватывает максимально большую аудиторию людей. Разберем. Роман Корнеев, любимец женщин за 35. Александр Сорокин, это кумир молодежи, подростков, в общем, всех самых-самых классных. Классных, я вас люблю. Оксана Стяшкина привлекает мужскую аудиторию. Саша Светлик, хороший парень из Советска. Вот. И ни один из нас не работает для детской аудитории. Нет у нас ничего для детей, абсолютно. С сегодняшнего дня мы исправим эту проблему и запускаем новую рубрику «Новости под столом». Взрослые новости, рассказанные детям их языком. Эй, привет! Меня зовут Газеткин, и я нахожусь под столом студии новостей. Давайте почитаем новости. Дяденька с крепкими зубами, нос с ореховой головой, украл у тети-продавщицы, зарплатой 9 тысяч в месяц и с кредитом на холодильник «Поларис», 36 плиток шоколада. О-го! И торопясь в страну диабетию на своей бибике, улепетовала дядя Степа и его друзей. Детишки, никогда так не делайте, а то попа слипнется. И нет сладкого, а двух лет сидения в колонии общего режима на ней. Это были «Новости под столом», и я ее ведущий, Газеткин. Говорю быстро, пока у нашего оператора не затекли руки. На фоне меня наш диван, красивый, яркий, ничего необычного, стоит себе, на нем можно сидеть. Но если этот диван вынести на улицу, то все городские СМИ затрубят диван на улице. Так вот, есть такая новость, мы на нее повелись и отправили на этот диван Оксану Стяшкину. Ох, как интересно! Если вы вдруг гуляете по улице Некрасова и устали, то теперь здесь можно отдохнуть на таком мягком, удобном диванчике. Ох, не мягком. Теперь здесь можно посидеть и так, и так, и даже так. Ну, смотрите, какой диванчик. Я уж заметил. Ну, и как вам? Хороший, красивый. Спинок не хватает. А пойдемте, обсидим его. Ой, да некогда мне, честное слово. Присядем, отдохнем. О нет, спасибо, я тороплюсь. На диванчик? Не надо мне. Почему? Да не хочу я, что мне сидеть-то? Хорошая идея, вот так вот идешь, идешь хоть отдохнуть. Ну, мне-то, я не отдыхаю. Не устояете, что ли? Да я молодой еще. Дедушки пусть сидят, бабушки сплетничают. Да? А мы молодые. А мы молодые, должны бегать. Итак, проверяем диван. Эксперт Иван, присаживаемся. Ну, как? Твердый. Это значит? Плохой. Очень хороший диван, очень хороший диван. Может, домой кто-то возьмет? Нет, мне уже ничего не надо. Ну, что, Рэй, давай, как тебе? Пару слов. Доволен? Ну, я думаю, что очень даже. Надеемся, что этот диванчик станет любимым местом как для животных, так и для людей. Оксана Стяшкина, специально для программы «Вятка Тудей». Ну, а закончим программу интересной новостью. Пресс-секретарь в Рио губернатора объяснила выбор своего гардероба. Можно ли картиночку, пожалуйста? Руководитель пресс-службы правительства Кировской области и советник главы региона Юлия Шевцова рассказала, зачем она носит обтягивающие кожаные штаны с металлическими молниями и меховую шубу и шапку. Тут сделаем паузу. Интересно, почему наша программа за пять лет существования ни разу не обсуждала модные луки кировских чиновников? У нас даже на канале есть такая программа целая «Страна советов», где модные эксперты обсуждают всевозможные образы кировчан. Сегодня исключительный момент, когда эти модные эксперты будут обсуждать модные луки кировских чиновников, в том числе и Юлии Шевцовой. Посмотрим. Ну, начну, собственно, с новости. Пресс-секретарь ИО-губернатора сама оценила свой лук. Так говорит Юлия Теплея. Но что же скажут на этот лук наши модные эксперты? А, кстати, кто они? А вот кто они. Анна Дрягина, стилист, фэшн-блогер, основатель фэшн-проекта «Стритстайл Киров». Дмитрий Каратовских, саксофонист, город Санкт-Петербург. Елизавета Машонкина, руководитель студии моделей, обладательница титула «Российская красавица» Приволжского федерального округа. Итак, пресс-секретарский лук и слова наших модных экспертов. Очень необычный образ. Очень теплый. Вот именно на зиму как будто его хочется надеть. Там музыку поставьте, пожалуйста, когда я буду это говорить, что сейчас возвращение будула. Ту-ту-ту-ту-ту. На самом деле, вот лучше бы она что-нибудь, кого-нибудь пиджак бы одевала. Но вот это вот мех мне не очень нравится. Штаны ей более-менее подходят. Может быть, я штаны бы здесь заменила? Ну, в принципе, вот хорошо смотрится на ней. Но это, дорогой мой заэкранный дружок, не единственный модный лук, который мы нашли на сайте правительства Кировской области. Вот еще один кадр, в котором чем дальше, тем моднячий. Если для того, что брюки такие фактурные, хотелось бы какой-то тоже более интересный верх. Мне кажется, в Чепецке бы она на дискотеке была бы лучшая в таком наряде. Но на самом деле, вот из тех всех нарядов, которых она выбрала сама, вот это вот единственное, более-менее адекватное, если бы не вот эти полоски на ребрах. Начнем с обсуждения первого красивого и очень харизматичного персонажа на этом фото. Ну, блин, ну это же такой самый простой, наверное, самый популярный образ, который ходит в Кирове, в Петербурге и в Челябинской области, в городе Мясе. Что-то хочется наверх надеть, чтобы было потеплее. Либо тот же бомбер, либо добавить какой-то жакет. Для поседневного образа мог быть кардиган бы поверх накинут. Ну, а закончим самым вкусным, трендовым и лакомым луком на этом кадре. Учитывая, что половина Кирова ходит, не пойми в чем, то это еще хорошо. Очень нравятся мне комбинезоны, особенно черного цвета. Подчеркивают фигуру. Но мне этот образ очень нравится. Каблуки здесь действительно хорошо дополняют, аксессуары здесь все есть. Страна советов. Добрый вечер. Вятка Тудей. Доброй ночи. Фу, Сань, я больше нафиг никогда в карты на желание играть не буду. Это пиндык какой-то. На сегодня это все. Если у вас есть интересная информация, вы знаете, что с ней делать. Ну, мне ли вам это говорить? Внизу адрес электронной почты, телефон. Просто сообщите нам, мы с удовольствием покажем все в эфире. Меня зовут Александр Сорокин. Я говорю вам пока. Это было вечернее шоу. Тут подсказка опять же. Вятка Тудей. Увидимся завтра. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok